Все началось со звонка в редакцию, в результате которого нам пришлось обращаться в Саратов в региональную транспортную инспекцию. Если я съезжу и сниму это на видео, я могу перезвонить. Конечно, как обращение мы все это примем, безусловно. Нужно видеодоказательство, едем на пост, о котором говорится в сообщении. Раньше берегли каждое зернышко, сейчас зерно валяется прямо на обочине дороги. Сельчане обеспокоены таким беспределом, и мы попытались выяснить, почему же пшеница валяется прямо на дороге. Инспекторы ДПС, которые тоже время от времени дежурят на этом посту, рассказали, что накануне пшеницы на обочине было больше. Но кто ее растащил, птицы, водители зерновозов или предприимчивые сельчане, они не знают. Все подробности нам советуют узнать у транспортного инспектора, который вроде как приехал и сейчас подойдет на пост. По словам очевидцев, зерновозы сами всыпали зерно на обочину, потому что боялись не пройти весовой контроль, который работает на посту. Пока ждем инспектора, пытаемся разговорить с сотрудниками весового контроля и разузнать, у них часто ли приходится взвешивать зерновозы. Но натыкаемся на непонимание. И посыл все к тому же транспортному инспектору. Они нам что, докладывают? А вы можете рассказать? Мы не даем комментарий. Нет, нет, не комментарий, просто мне рассказать. Мы не можем, девушка, вам ничего сказать. Есть старший. А между тем, транспортный инспектор так и не появился. Видимо, что-то важное задержало его на стоянке, где он вроде как парковал автомобиль. Но это, в принципе, уже и не важно, поскольку проблему это не решает. На мой взгляд, не суть, кто кого в данной ситуации пытался обмануть. Инспектор ли заставил водителя высыпать зерно, или сам водитель сделал это, пытаясь избежать перегруза и, соответственно, нарушения закона и штрафа. Зерно лежит на обочине. Что об этом думают сами аграрии, которые трудятся в поте лица, чтобы собрать урожай? И как к этому отнесутся, к примеру, ветераны, которые берегли каждое зернышко в военные годы?